привет друзья вы все знаете про морковку по-корейски какая она пикантная хрустящий и особенно вкусная если приготовить ее сами по моему рецепту сегодня я буду готовить ее впрок пока морковка стоит совсем недорого можно сказать вообще копейки а потому что учтите зимой она будет стоить несколько раз дороже и я рекомендую вам сделать вместе со мной хотя бы несколько баночек для ее приготовления нам понадобится свежая морковь репчатый лук головка чеснока сахар соль растительное масло уксус молотый кориандр и хлопья чили самый главный совет огромный рекомендацион воспользоваться какому-то большой теркой шинковкой или комбайном если у вас есть ручным или электрическим потому что натирать такой большой объем моркови маленькой терочкой вручную или ножом это вы просто замучить оно вам надо конечно же нет еще рекомендую готовить закатывать морковку по-корейски небольшие баночки 0 5 или даже может быть поменьше подойдет чтобы дайте открыл и съем на один раз чтобы она долго не хранилась хотя если у вас большая семья то 0,5 самый раз давайте приступать к приготовлению поехали очищенную морковь натираем на специальной терке шинковки шинкуем вот такой вот тоненькой длинной соломкой я управилась двумя килограммами морковки примерно за 13-15 минут посмотрите какая гора у меня получилось сложите морковь в большую глубокую емкость подойдет большой объемный таз или широкая кастрюля объемом 6 7 а может быть даже 10 литров чеснок измельчаем любым способом у меня небольшой агрегатик вот такой чеснок в нем рубится как будто ножом а не давится но в принципе можно и пропустить чеснок через пресс отправляем чеснок к моркови засыпаем сверху горкой сахар соль и специи хлопья острого чили перца и молотый кориандр пока ничего не перемешиваем отставляем в сторону берем очищенный лук и тонко нарезаем его перьями или полукольцами великолепный лук молодой ядреный я же проследилась зато никто не пристанет никакие микробы и бактерии готово теперь берем сковороду и разогреваем ее с растительным маслом отправляем в нее лук и обжариваем его до легкого золотистого цвета не пережаривайте лук как видите что он стал прозрачным мягким и чуть-чуть коричневым значит все тут лучше немного не додержать чем передержать снимаем сковороду с плиты и сразу отправляем горячее кипящее масло с луком морковь поверх специй так специи сразу раскроет весь свой вкус и аромат вливаем уксус и все хорошенько перемешиваем настоятельно рекомендую делать это в перчатках так как во первых жирно а во вторых все таки и специи и уксус это не очень полезно для наших рук чудесно какой аромат обожаю его а тем временем мы с вами уже практически все сделали львиную долю всего процесса накрываем салат пленкой и оставляем на 4-5 часов ферментироваться мариноваться на кухне как я сказала можно оставить на столе на кухне а проще и удобнее убрать в холодильник на всю ночь что я собственно и сделаю спустя время морковь еще раз перемешиваем салат ночь простоял у меня в холодильнике посмотрите сколько сока выделилось то что нужно замечательно а запах стоит сумасшедший я об этом уже говорила я могу об этом говорить все время он постоял и стал еще более насыщенный и более яркий раскладываем салат плотно по чистым сухим банкам оставшийся драгоценный сок вкуснейший разливаем по всем баночкам остатки то что не влезло в банки можно переложить и съесть прямо сейчас не нужно ждать ставим банки с морковью большую кастрюлю накрываем крышками но не закручиваем заливаем горячей водой по плечике и стерилизуем в течение 15-20 минут после закипания затем достаем баночки обтираем насухо и закатываем крышки переворачиваем вверх донышко укутываем и оставляем так до полного остывания благодаря стерилизации данная заготовка не требует каких-то специальных условий хранения в холодильнике экономит место просто уберите в каком-нибудь темное прохладное местечко из данного количества получается 4 целые прям битком набитые пол-литровые баночки вкуснейшего салата из моркови по-корейски и еще небольшая мисочка грамм 200-250 для того чтобы попробовать заценить съесть сегодня на ужин с картошечкой изумительно поверьте 4 баночки это совсем немного вы съедите их числе первых такая морковка прекрасна и как самостоятельная закуска и как добавление различные салаты в корейский и не только а также я очень люблю добавлять морковку по-корейски в начинку разные хот-доги домашние бургеры и много чего другого попробуйте вам обязательно понравится всем огромное спасибо за просмотр не забывайте про лайк и подписывайтесь на канал балуйте себя и своих близких пока сегодня я буду заготавливать ее впрок и рекомендую нет еще раз очень сложно вы замучаетесь я вот такой агрегатик небольшой чеснёк пол-литровые баночки с салатом в блин салата из моркови по-корейски я вообще забыла полностью давай все за мной и и и и и и